Помни и синий, и через славу вас цылаем, отцу и синий, и синий, и синий, и синий, и пристывай, и ликвай, и ликвай, и ликвай, и ликвай. Уже в седьмой раз акция «Рождение добра» собрала гостей со всей области в Духовно-просветительском центре Кириллица. Перед началом праздничного концерта в фойе провели молебен. Организаторы отмечают, что до начала пандемии акция, приуроченная к празднованию Рождества Христова, собирала более трехсот солнечных деток. В этот раз зрительный зал заполнили только на четверть и провели два концерта. Мой ребенок тоже ребенок инвалид, синдром, и поэтому она, наверное, прародительница этого, подтолкнула к этому делу. Наша концепция не просто сделать праздник, но и что дети получили дополнительное развитие, чтобы дети позанимались между собой, чтобы социальные связи развивались, чтобы родители, особенно детишек, между собой общались и советовались, как лучше своего ребенка развивать, какой-то опыт друг друга использовать, какие педагоги, какие методики используют. На сцене выступили лауреаты всероссийских и международных конкурсов, а фокусники показали иллюзионное шоу. В завершении концерта актеры Самарского театра «Витражи» представили современную интерпретацию сказки «Морозко». За артистами на сцене с интересом наблюдали зрители. Галина Алексеева и ее дочь Людмилы размышляли над тем, какие дополнительные творческие направления можно выбрать. Людмила уже занимается бальными танцами и читает стихи. Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Каждый год мы с удовольствием и с большой радостью едем сюда, потому что это добро должно жить в наших сердцах не раз в год, а ежедневно. И благодаря этому мы всегда должны помнить об этом. Когда концерт идет, здесь ведь взято самое близкое для духа, именно для наших детей. Выступление батюшки, которое тоже исполняет духовно. По завершении представления каждый ребенок получил сладкий подарок и деревянный конструктор, при помощи которого можно развивать мелкую моторику пальцев. В этом году дети будут собирать рождественские светильники. Максим Магомедов, Николай Сидоров, События.